Телеканал КРТ представляет Как водится в подобных случаях, информационное поле планомерно прогревалось при помощи заявлений лидеров общественного мнения, публичных акций и активности батаферм в интернете. Применением вышеперечисленного спектра политических технологий отметились как сторонники, так и противники поправок в Конституцию. Но в чем же реальная суть изменений в основной закон РФ, за который по итогам волеизъявления проголосовало почти 78% россиян, а против немногим больше 21? Давайте разберемся. Читая западную прессу, а также информационные ресурсы российских либералов, не покидает ощущение того, что во время волеизъявления гражданам России на голосование был предложен не целый набор поправок, а всего лишь одна единственная – о так называемом обнулении президентских сроков Владимира Путина и предоставлении ему возможности править до 2036 года. Взгляните на эти заголовки. Газета The New York Times. Театральный метод в безумстве путинского голосования. Конституционный референдум в России дал ожидаемый результат. Президент Путин может работать до 2036 года. Журнал Time. Владимир Путин распорядился внести в Конституцию поправки, которые позволили бы ему оставаться у власти до 2036 года. Новостное агентство CNN. Россия начинает референдум о конституционных изменениях, которые могут удержать Путина у власти до 2036 года. Катарское новостное агентство Al Jazeera. Путин распорядился внести изменения в Конституцию, позволяющие ему править до 2036 года. Содержание публикации в целом соответствует их заголовкам. Вот, например, что пишет в своей статье для The New York Times журналист Эндрю Хиггинс. Цитата. Семидневный всенародный плебисцит в России, призванный удержать президента Владимира Путина у власти как минимум до 2036 года, вынес в среду ожидаемый вердикт. Первые результаты показали, что три четверти избирателей проголосовали «за». Однако не совсем ясно, почему господин Путин вообще нуждался в том, чтобы избиратели одобрили массу конституционных поправок, которые уже были ратифицированы национальным парламентом в Москве и региональными законодательными органами по всей стране, вступив в силу несколько месяцев назад. Далее у него же читаем. Действующие с 1993 года и остаться у власти практически на всю жизнь, а не уйти в отставку в конце его нынешнего срока в 2024 году. Вместо этого они сосредоточились на других изменениях, таких как закрепление индексации пенсии, защиты семейных ценностей, животных, русского языка и памяти русских, погибших во Второй мировой войне. Подобную точку зрения можно встретить и в других статьях в западной прессе. Мистер Хиггинс просто выразил ее наиболее концентрированно. Аналогичных взглядов на поправки и голосование за них придерживается российская либеральная общественность. На этом она выстраивала всю свою агитацию против поправок, которая, как показал результат голосования, провалилась. Вот, например, что заявлял о происходящем кумир российского либерального лагеря Алексей Навальный. Цитирую. Дискуссию бойкотировать или голосовать нет, считаю бессмысленной. Главное не признавать. Это нарушение закона, конституции, захват власти. Уже произошедшее. Поправки приняты и вступили в силу. На них уже даже ссылаются в новых законах. Остался только цирк с надувными шатрами. В формате «я хотя бы попытался» есть одно полезное действие. Не признавать публично и объяснять всем вокруг, что это никакие не поправки к конституции, а обнуление сроков Владимира Путина, выдача ему разрешения на пожизненное правление. После голосования Навальный написал в своем блоге следующее. Цитирую. Путин проиграл это голосование до его начала. Ведь он отказался проводить настоящий референдум по всем правилам с наблюдателями. Потому что понимал, будут правила и процедура – проиграет. Впрочем, агитация российской либеральной оппозиции за бойкот поправок или голосование против них порой принимала гротескные формы. Например, 15 июня либеральные ресурсы широко растиражировали информацию о, цитата, «больших дебатах между Алексеем Навальным и Максимом Кацем» о том, что лучше – голосовать против поправок или вообще не голосовать. Заголовок статьи о мероприятии гласил «Впервые за семь лет оппозиционные политики встретились в публичном пространстве». Прочитав его, воображение невольно рисуют дебаты с тысячами зрителей на стадионе или, как минимум, сцене какого-нибудь дворца культуры. На деле же заклятые борцы с путинским режимом всего лишь организовали видеоконференцию в Зуме. Да уж, с таким же успехом политические дискуссии на уютной диссидентской кухне под водочку с селедочкой можно было бы назвать непреклонной борьбой с режимом и несением света правды в массы. Оригинальный подход к несению себя в массы выбрала другая российская оппозиционерка. Пользователь, известная в Твиттере под ником «Эткинд», пообещала выслать обнаженные фото всем, кто проголосует против поправок в Конституцию. Цитируем ее публикацию. «Скину фотки без футболки тем, кто проголосует против». Да уж, как говорят специалисты в области рекламы, секс-селс, намекая на то, что обнаженка способна разрекламировать любой продукт или действие как ничто другое. Впрочем, как следует из результатов голосования, на этот раз не получилось. Абстрагируясь от постмодернистской мишуры, формирующей восприятие поправок в западном и отчасти российском обществе, перейдем к анализу их реального содержания. Прежде всего, следует отметить, что все поправки, проголосованные россиянами, можно условно разделить на три блока. Административные, социальные и идеологические. Первые касаются изменений в системе госуправления и перераспределения полномочий между различными органами власти. С их анализа и начнем. Прежде всего, стоит сказать о том самом обнулении. Оно предполагается изменениями в статью 81 Конституции РФ. Дословно, эта поправка звучит так. Цитирую. Положение части 3, статьи 81 Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и или занимающему должность президента РФ без учета числа сроков, в течение которых оно занимало или занимает эту должность на момент вступления в силу поправок Конституции РФ, вносящей соответствующие ограничения, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением. Эта поправка действительно позволяет Путину баллотироваться на пост президента и после 2024 года. Однако, не стоит воспринимать ее столь прямолинейно. Фактически, она лишь расширяет для Путина пространство для маневра, защищая его от битвы за трон, которая неизбежно развернулась бы между ближайшими царедворцами, если бы тем стало понятно, что в 2024 году он однозначно покинет пост. Не менее важны для понимания замыслов российских властей и другие поправки из административного блока. Так, поправка в статью 112 гласит следующее. Председатель правительства Российской Федерации представляет Государственной Думе на утверждение кандидатуры заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров. Государственная Дума не позднее недельного срока принимает решение по представленным кандидатурам. Ранее глава правительства представлял кандидатуры министров на утверждение президенту. Таким образом, после обновления Конституции Путин разделил ответственность за действия правительства с Госдумой, при этом сохранив полный контроль над ним. Ведь другая поправка гласит, что, цитата, «председатель правительства несет персональную ответственность перед президентом РФ за реализацию возложенных на правительство полномочий». Однако не стоит думать, что расширение полномочий Думы приведет к парламентскому хаосу, который мы видим в типичных парламентских республиках. Во избежание этого в Конституцию была внесена поправка, согласно которой президенту предоставляется право самому назначать членов правительства и распустить Думу, если после трехкратного отклонения последней представленных кандидатур более трети должностей членов правительства остаются вакантными. Кроме того, поправками были расширены полномочия Совета Федерации, который теперь будет заниматься не только назначением судей Конституционного и Верховного судов и членов счетной палаты, но и консультировать президента по всем назначениям в правительстве и прокуратурах, включая военные. Сам Совет Федерации теперь дополнится пожизненными сенаторами, чего раньше не было. Право пожизненного заседания в Совете Федерации получат бывшие президенты, это к вопросу о том, где окажется Путин, уйдя на пенсию, а также до семи сенаторов, назначенных в этот орган по президентской квоте, которая составляет 30 человек. Также, согласно внесенным поправкам, в России будет создан новый орган, Госсовет, который будет действовать, цитата, в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Как следует из вышеизложенного, расширяя полномочия Госдумы, Совета Федерации и правительства, новая редакция Российской Конституции одновременно оставляет президенту все рычаги воздействия на них, от распуска парламента до своих пожизненных сенаторов и Госсовета, формирующего всю государственную политику. Данное обстоятельство указывает на то, что в преддверии вероятного транзита власти, когда бы он не состоялся, Путин стремится перейти от модели автократического управления к модели, в которой ответственность за управление государством будет разделена между представителями широкой прослойки выборных и назначенных чиновников и депутатов. Вероятно, цель подобных изменений состоит в том, чтобы сохранить сформировавшуюся модель управления государством и пресловутую социальную стабильность, вне зависимости от того, кто окажется на президентском посту. Кроме того, обновленная модель госуправления закрепляет отдельные сферы влияния за разными политическими группами и гарантирует им сохранение статус-кво вне зависимости от потенциального самоуправства любого нового или действующего президента. Еще одна поправка, которая дает ключ к пониманию того, зачем российским властям понадобилось менять конституцию, касается Конституционного суда. Согласно одной из поправок, данный орган, цитирую, разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров Российской Федерации, в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также о возможности исполнения решения иностранного или международного межгосударственного суда, иностранного или международного третейского суда, арбитража, налагающего обязательства на Российскую Федерацию в случае, если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации. Иными словами, принятыми поправками Российская Федерация освободила себя от признания безусловного верховенства международного права над национальным. В будущем это обстоятельство будет широко использоваться для обоснования невыполнения решений международных судов и требований отдельных договоров. Вопросу укрепления системы власти служит и идеологический блок поправок в Конституцию. Обобщенно его можно охарактеризовать как введение в Россию консерватизма в качестве государственной идеологии. Об этом говорят поправки, в которых упоминается Бог, государство, образующий русский народ, семья как союз мужчины и женщины, а также нерушимость границ.